Продолжение следует... 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 У вас там написано, омега в квадрате, сколько дворей. Это неудачно. Во-первых, вы не сказали, что омега это, а во-вторых... Я сказал, что это чистота и формы. Скотки увеличены, увеличены, конечно. А можно еще? Вот кел, у него, по-моему, не целый м вольт. Нет, это другой кел. А, другой кел? Да. Это который косметик. Вы говорите про космические слова, да. А это другой, да. Так. В чем состоит основная идея теории Келтыша? Ну, основная идея, это, так называемое, приближение сильного поля и биллстром к келтокроксимейшу. В чем его суть? С одной стороны, мы говорили, что на связанное состояние электрона в атоме внешнее лазерное поле действует слабо. Поэтому в начальное состояние мы можем использовать как невозмущенное состояние атомной волновой функции. И, с другой стороны, конечное состояние малый испытывает воздействие атомного остатка. И поэтому мы можем использовать в качестве волновой функции решение уравнений Шеллингера в внешнем электромагнитном поле, то есть волновую функцию Волкова. А дальше все похоже на стандартную теорию возмущений. Мы берем в обкладке начальные, конечные или волновые функции оператор возмущения и интегрируем по времени. Но важно отметить, в чем здесь отличие от стандартной теории возмущений. В том, что конечные волновые функции точно учитывают влияние лазерного поля внешнего на электрон. Используем свойства нашей амплитуды. Выделим зависимость от времени и, пользуясь условием многоквантовости, которые всегда выполняются в линейной ионизации, воспользуемся методом перевала. Тогда наша амплитуда будет считаться как сумма от вкладов под интегральной функцией в точках перевала. Ну и соответствующее уравнение на точке перевала выглядит вот таким образом. Из него мы сразу замечаем, так как величина и потенциал ионизации всегда больше нуля, то величина ТС, время, оказывается всегда комплексной. Почему вы утверждаете, что всегда выполняются условия? Что почему? Всегда выполняются условия неверплаты. Ну, всегда выполняются в тех задачах, которыми мы занимались. В линейной ионизации. То есть, ну и это порядка, как минимум, десятки электрон-вольт, а омега – это несколько электрон-вольт. Для тех полей, которые... Нелинейная ионизация, возможно, если интенсивность большая и частота тоже большая. Это стоят лишние слова? Да. Мне фактически не опасно? Да. Когда и частот мало, то есть, они у нее стоят национально-вольт. Вы родные такие задачи? Ну, и их племян. А я еще как-то не очень понял. Вы сейчас нам рассказываете теорию Келдыша, которая была построена или уже что-то свое? Нет, это все теория Келдыша. Мы не сделаем вот что здесь, например, нового частичного. Дело в том, что вот в стандартной теории Келдыша используется в расчетах монохроматическое поле. Мы в своих расчетах считаем поля, которые описываются именно импульсами, согибающими. И важной характеристикой таких импульсов является, собственно, их длительность и абсолютная фаза, которая равна разности фаз между максимумом несущего поля и максимумом ангибающего. Мы увидим, что это важная характеристика, которая меняет свойства распределения. Вот подытожим особенности модели Келдыша. Значит, в первую очередь она точно учитывает внешний лазерный поле в конечном состоянии. Во-вторых, она пренебрегает кулоновским воздействием электрона с атомным остатком. И отсюда вытекает граница применимости. То есть, с одной стороны, теория Келдыша количественно точно описывает отрицательные ионы, то есть там, где силы картокодействующие. И с другой стороны, на ионы, атомы и молекулы она не распространяется, потому что не учитывает кулоновское взаимодействие. Есть два пути учета кулоновского взаимодействия. Это или напрямую численное интегрирование в ранении Шрёдингера, но, как всегда, его очень трудно анализировать как результат. И с конструктивной точки зрения нет физической наглядности процесса. И с другой стороны, это изучение кулоновских эффектов в рамках классического приближения. Но вот до сих пор, вот этот второй пункт, он применялся только для гаммы меньше единицы, то есть в туннельном режиме находились соответствующие поправки. И вот поэтому наша задача заключается вот в чём – нахождение пулоновских поправок во всём диапазоне параметров Келдыша и изучение влияния пулоновского поля на импульсные распределения. Ну, это неверно сформулировано вот ситуация. Мы с тобой это обсуждали. Вот гаммы много меньше единицы не обязательно. Потому что вы, с учетом последних работ, в которых участвовали в частных деятельности, у них уже есть выход в гаммы порядка и больше единицы. Ну, нет, ну я просто говорю, ну это я понимаю, но так я и говорю, что моя задача как раз заключалась и в том, чтобы освоить этот метод при произвольном гамме, поэтому я отметил, что… Нет, это я не входит в депло, ваша задача была что-то конкретное для того, что не было… Ну сейчас, да, мы сейчас для этого… Надо, вот здесь надо написать, что до, как вы сказали, до сих пор, не до сих пор, до работ в тангрессе. Ну там потом будет это… Ну вот в этом месте, вы говорите, формулируете достигнутый уровень, вот на предыдущем, и там уже гамма… Если, как, гамма порядка и единицы. Поэтому самоутверждение этого неправильно. Так, что нам позволит учесть кулоновское взаимодействие? Воспользуемся так называемым методом мнимого времени. Мы по-прежнему используем величину нашей амплитуды, как сумму вкладок от переваля сочек. Но теперь интерпретируем функцию S0 как действие вдоль классической траектории только в лазерном позе. Вот соответствующее уравнение Ньютона. И начальные условия берем из переваля сочек. Отмечаем еще раз, что время у нас комплексное. Значит, классические траектории, они у нас в комплексном пространстве находятся. Здесь тоже сыр, наверное? Она будет дальше. Вот это все. Так, и вот этот метод мнимого времени помогает, позволяет нам учить кулоновское взаимодействие. Очевидно, что при регистрации физических эффектов все величины должны быть действительны. Поэтому контур интегрирования схематически выглядит таким образом, что мы стартуем в комплексной точке TS и дальше приближаемся к действительной части времени. То есть, время становится вещественным. Изменим этот контур, деформируем его. И на две части разделим движение. Движение вдоль линии C1, где меняется только мнимая часть времени. Это движение будем ассоциировать с подбарьерным движением. И движение вдоль C2. Это движение будет соответствовать распространению классического электрона в двух полях, лазерном и кулоновском. Вот таким образом движение за барьером. Это точный учет кулоновского поля в классическом действии, что уже сделано в соответствующей работе. И вторая часть этого движения под барьером вдоль красной линии. Здесь вот ранее находились кулоновские поправки по теории возмущения. Но сделано это было только в случае гаммы много-меньшей дуницы для импульса P равной нулю. Моя задача заключается в том, чтобы с одной стороны найти воздействие кулона за барьером, найти соответствующее действие S, и посчитать кулоновскую поправку под барьером при произвольном импульсе P, чтобы находить импульсное распределение. Мне кажется, еще будет понятно. Что еще? Да, потому что это будет понятно, что это сделано совсем не так, но это сделано так. Ну, здесь вот еще раз описана схема расчета. То есть мы берем затравочный импульс P0, для него решаем перевариваем уравнение, находим комплексную переваренную точку и вычисляем движение за барьером и под барьером. Соответственно, за барьером. Кулон учитываем, точно находим за барьерное действие и конечный импульс в кулоновском поле. А здесь находим поправку к невозмущенному действию S0. И также в конце отсеиваем электроны с отрицательной энергией, потому что нам нужна только положительная энергия, то есть те электроны, которые действительно ионизованы, а не захвачены. И амплитуду считаем как сумму под интегральной функции экспонента с действием за барьером. И вот здесь звук впреди. Так, ну вот, с помощью метода траектории, то есть подсчета подбарьерного и забарьерного движения, сначала, ну, в качестве тестовой задачи, можно сказать, были проведены расчеты без учета кулонов, то есть в рамках сторон филда аппроксимиша. Ну, вот здесь как раз показана частичная новизна, то есть раньше расчеты проводились с монохроматическим полем, безогибающим, а вот эти два расчета, они сделаны для полей с огибающим, то есть для лазерных инкурсов. Вот мы видим, что интерференционная структура значительно отличается от монохроматической. Я не знаю, чего. В данном случае мы знаем метод минимум времени. А вот эти расчеты можно сделать? Вы же не учитываете какие-то инфекторы? Ну, я имею в виду в том смысле, что сам метод минимум времени уже применялся раньше. Ну, приближение тела, оно же изначально применяется для полей безогибающих. Ну, вот эти картинки получают 50 квадратов. Нет, это я понимаю. Новизна, непонятная. То ли это вы что-то новое посчитали, чем на самом деле? Да? Потому что это считалось на родной и товар. Верхняя, да? Ну, верхняя, да, не нижняя. Тем методом, которым мы считались теперь. В рамках стром-филда просимов. Ну, ладно, как правильно. Так, ну, вот здесь исследованы эффекты абсолютной фазы, опять же, в рамках приближения сильного поля. И мы видим, что, действительно, угловые и спектральные угловые распределения организованных электронов… Что на осиах? На осиах? Ну, здесь выход электронов – это поле. Вот, господи, угол в градусах. С поляризацией поляризации поляризации. Полное число электронов. Да. Да. Ну, а это спектральные угловые распределения. Здесь идёт энергия, выраженная в единицах частоты, а здесь угол. Ну, вот видим, что, вот, например, сравнивая две нижние картинки, видим, что при абсолютной фазе феной у нас наблюдается здесь полная симметрия. А при фазе пи на два распределение асимметричное. Прости, что надо всё увеличить, все надписи очень существенные. Ну, видно, надписи. Ну, вот, дальше мы начинаем учитывать Кулоновское поле. Сначала учтём Кулоновское поле в континууме. Вот видим сравнение результатов. Справа – это вот первая четверть для положительных импульсов поперечного и продольного направления. А справа – или слева? Слева, да. А слева – картинка, которая распределение, получающееся при учёте Кулоновского поля в континууме. То есть это точный расчёт с Кулоновским полем. Мы видим, что кардинально меняется картинное распределение. И, значит, учёт Кулонов в данном случае критичен. Ну, а внизу – это вот сравнение для трёхциклового импульса. Решение вредного уравнения Шрёдингера. И вот метод траектории. Мы видим, что здесь просто много шумов, потому что очень трудно для трёхциклового импульса посчитать. Но можно заметить, что основная структура, вот эта лепестковая структура под порогом реализации – это всё воспроизводится хорошо. А хвастение? Ну, здесь просто ещё дело в том, что непонятно, какие у них значения. Мне очень долго приходилось выбирать световую гамму и интервал. Ясно, что где-то там, где полтора-два, на TDSE там что-то есть, а у вас нет. Ну, я и говорю, что если бы… То есть я это сделал специально, чтобы было видно вот эту вот структуру, понимаете. Если бы я по-другому раскрасил, то есть у меня там тоже есть дальше, на самом деле. Может, это двойная амбутация? То есть двойная… В TDSE есть что-то, чего не учитывается у вас? Да нет. Ну, единственное, что это может быть перерассеяние. Ну, это… То есть, на самом деле, вот доля электронов, которые я отбросил, вот здесь вот, оно… Ну, где-то меньше процента раз в десять. То есть если я считал вот эту картинку десять миллионов траекторий, то те траектории, которые не просчитались с приближением к этому меньше, чем на одну единицу, это порядка ста электронов. Не может, да? Нет, не может. А потом третье… Ну, вот, да, да. Игорь, а в чем ты скроил такой вопрос? Это в математике? Ну, нет, это origin. Ну, то есть сначала это результаты на фортран, как мы видим, массив, а потом вот работа в origin с этим массивом. Так, ну, вот таким образом, значит, мы учили кулон в континууме, теперь остается учесть его под барьером при произвольном инкрусе. Вот. Ну, записываем опять вот наши действия, как S0 без кулона и S с кулоном, где S0c – это поправка к действию, связанная с добавкой потенциальной энергии. Ну, да, обычно потенциальной энергии вон в 100 кулон. Вот если мы будем считать интеграл вдоль вертикальной линии по компрессору времени t окажется, что он расходится. Ну, вот здесь вот используется такой метод, как сшивка вот этого подбарьерного действия с действием, связанным с атомной волновой функцией на больших расстояниях. Ну, вот, и если мы эту шивку произведем, то получится регуляризованное действие, возмущение по нулевому действию в виде такого неизвестного. интеграла. Ну, вот этот интеграл еще он мною не пощипан, не дается пока. Вот остается вычислить его и посмотреть, как вот те распределения, вот эти самые, где учтен кулон в контировании, как они изменятся, и изменятся сильно, если вот мы учтем вот эту вот кулоновскую поправку подбарьерную. А из этой формулы получается результат Кирпиша, старинный. Поправка при нулевом действии. Это вот проверим, что формула, вот написано так, что она, если положить по равному нулю, и нужно стремить по равному нулю. Ну, что вылезет то, что было окей. Ну, мною лично. Вообще, у меня ощущение, что последний интеграл будет лихмически расходиться. Дело в том, что вот эта вот расходимость, на самом деле, что вот это такой же тип расходимости вот в этом интеграме. Дело в том, что, если там у вас двигается комплексом, здесь никакой такой шаг, и нужно наблюдать. Вот при приближении к Т1, ой, ну, на самом деле здесь просто предел изменен. Ну, при приближении к Т0, у нас вот эта единица на 1, она становится вещественной. И вот эти два вклада, они компенсируют друг другу, и поэтому… Дело в том, что это 0, а это точка… Ну, да, да, точка перевала, да. И они должны компенсировать друг другу. То есть, я теперь понимаю, но с другой стороны, все-таки, что здесь надо зависеть? Буквы И, и буквы Р тоже как четвертая условия самолоистичка? Или это констанция? Как буква Р, она, конечно, зависит, да. Вот эта траектория, вот в комплекте… Да, да, да. То есть, это не скобка? Да, 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 это функция. Это функция, да. Вот именно как L, номер на скобке. А-а-а. Структура выглядит так, что действительно… Это R от комплектного аргумента. Да. Ну вот, и, подводя итоги, можно сказать, что освоим вот этот метод траекторий в случае лазерных импульсов в конечной длительности сверхкоротких. Либо реализована схема, позволяющая точно учитывать кулон в континуру. Ну и вот остается нам добавить еще под барьерную поправку для производления импульса. В этом смысле, по физическим методам, первый и второй пункт – это как вы учились, это сделалось и другими людьми. Это методика, методика освоена. Очень понятно. Остается… Вот, как бы сказать, по своей структуре магистрская работа, магистрская работа – это не бакалаврская. Она подразумевает выполнение некой конкретной самостоятельной задачи. Поэтому надо, с моей точки зрения, немножко переформатировать итоги, в плане того, что у вас получается так, что, как для бакалаврской работы, это было бы нормально. То есть, что-то освоили, то, что делали другие, и при этом собираемся делать вот это. А в данной ситуации получается так, что надо все-таки вычленить некие результаты, которые будут получаться самостоятельно, и выдвинуть их на первое место. Ну, самостоятельно в каком смысле? И новыми являются. Да, да. Те, те… Появятся только, вернее, появятся и с третьего пункта. Ну, понятно, что третий пункт еще не будет, и он не будет делать. А, вот так. Только он уже делается, но он просто не как-то считается в работе. Ну, то есть, месяц еще впереди, да? Угу. Тогда, если первые два надо просто выбросить, наставить… То есть, как бы не то, что выбросить, но так вот, в том виде, как сейчас звучит, выглядит это, конечно, самоватно. Нужно выбирать на новые собственные результаты и, естественно, отметить, что мы, освоили или отражая, там, предыдущие методы, но не ставить их разноценность в собственные результаты. В магистровской работе это вызывает выполнение конечного, какого-то, пусть не недодающегося, но тем не менее, получения нового результаты, который, вообще говоря, профессионально достоин публикации, в той или иной форме. Вот. Поэтому здесь вот надо, как-то, как-то больше на это выбирать. Ну, не знаю. Просто можно, конечно, сказать еще о реализации численной схемы, ну, потому что, ну, в каком-то смысле, я там сделаю то, что можно еще… Может, в конце концов, реализация схемы, которая позволяет, учитывая, там, тулановское взаимодействие при движении фронтиновой, в каком-то более широком объекте, из тех, которые уже были сделаны еще. Нам это когда-нибудь будет предвидеть больше? Ну, я не знаю, мне кажется, можно считать тоже своими результатами, ну, потому что, по крайней мере, те расчеты, которые я видел с учетом в континууме, они не обладают такой точностью и чистотой. То есть… Это если не получится третий пункт. Ну, это если не получится… Нет, тем не менее… Ну, это будет некое достижение, он просто не давит на него. А вот если не получится, то надо будет как-то развить. Конечно. То есть в том смысле, чтобы весомость определенно была, и у нас получение собственных основных результатов. то, чтобы вы ушли в более… большие гаммы, там, расширили спектры, эти вот результаты, там, каких-то диапазонов, то есть, в принципе, могут пределы-то действительно как-то это усиливать. И мне еще показалось само название выглядеть более амбициозно, чем результаты. Вот если вернуться к первому слайду, значит, конечно, мне кажется, надо добавить вопрос о том, что речь идет о организации. «Приближение сильного поля для системы по гимнализме»… Ну, это доктор, что здесь открыт. …лучить, как сказать, да, чтобы выводить захват всего веща. Речь идет о достаточно конкретной задаче – реализации там атомов… Ну, что, мы можем даже подумать на эту гимну… «Кулоновские поправки по барьерному движению». Да, и реализации атомов. То есть, чтобы было четко сформулировано, было четко сформулировано задачи. Потому что это действительно название даже больше, чем для подчерстной диссертации. Потому что, если рассматривать различные системы на «Кулоновском взаимодействии», и учитывая сильное поле, то тут, как говорится, размахнуться можно очень широко. А речь идет о конкретном просто объеме атомов, правильно? Да? Который реализует влияние в лазерном поле, а на самом деле реверс на время длительности, конечно, длинной. Вот это тоже реверс на время длительности, все уже известно. Нет, но дело в том, что за барьером к учету «Кулона» после туновирования на горизонтальном точном учете, это были работы последних трех-пяти лет. «Немецкая группа этого дела». Ну, конечно. «Но, конечно. Ну, кстати, можно тоже все время где-то вот так подчеркнуть, что это актуально, что работаем в этом направлении, это последняя работа последних лет, которые представляют эти лет, потому что новые эксперименты, новые лазеры и так далее, которые были аккуратны в случае. Но эксперимент дошел уже до того, что все равно есть факты, которые надо еще более аккуратно рассчитывать. Правильно? То есть актуальные задачи были получены. Вот так. Ну, не знаю. Просто, ну, почему еще так называется, на самом деле этот метод, он не только для атомов тренировок, и в случае, там, монетного класса. Закадывание. Ну, в общем, да, уже конкретную вот ту работу. Вот если, допустим, этот материал отправлять в виде статьи в журнал, Закадывание продолжает суть. Вот. Тот ключок закадывания общим картинам. Вот для меня, например, система с Кулановским взаимодействием – твердое тело. Что вы же к твердому телу отношений никакого не имеете, в этом смысле, в этой задаче. Но, тем не менее, пожалуйста, соединенные поля с Кулановским взаимодействием, электронное, это же самое, как в всем словом, дело. И совсем другие задачи. Поэтому я бы подчеркнул здесь в перечисленной организации где-то, на дворе. Ну, просто это сложившаяся терминология в приближении 7 поля. Направление. Ну, я помню. Это широченное направление. Ну, да, да. А заголовок должен, как бы, подчеркивать? Да. Конкретно, подчеркивать, есть шанс. Угу. Ну, да, надо будет, наверное, наше поколитивное. Так, ну, что вы? Сейчас мы… Ну, по времени, на самом деле, очень долго. Да. То есть, в этом смысле, если вы так будете докладывать на защите, надо дать 10 минут. Вот на половине детей, или даже раньше, все очень достаточно. 10 минут еще. А я больше не знаю. Ну, в принципе, с беседами, ну, почти 30 минут. Ну, по времени, ну, 10 мы что-то обсуждаем, но, по крайней мере, вдвоем, и, как минимум, при выставке. Так что надо более сжато еще. И, конечно, все, по мере возможностей, все… Ну, поменьше пустого метода, будут все буквы. Размер побольше. Уже в дни не пробуешь. Угу. Так, ну, ладно, тоже хочу. Угу. Ну, я просто не могу, как надо было готовить. Я… Так у меня сейчас схематический, там, просто твой диплом. Ну, сейчас я… Уже понял, как надо было исправить, и я… Сейчас, конкретно, зачем, что я ее… Ну, хотя бы, направо… Как вы его знакомы с пустойчью? – По фоберу АЛАЧ. – По фоберу АЛАЧ. – По фоберу АЛАЧ. – Ну, в фоберу АЛАЧ. – Эй, 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 эй. Я в пьет. – Как это будет? Значит, Значит, в 2006 году, в 2004 году, но я эту ссылку приобрел, в ходе наблюдения за космическим взаимом была обнаружена очень интересная картина «Собгам Репитера». Сейчас. Приветствую, чему это? Кто вы? Кто вы проводите? Да, это я все сделаю. Я как бы понял. А, я Тарасов Сергей, руководитель Геннадия Семеновича. Бесноватый кубин. Это я все не буду. Значит, было совершено наблюдение, которое не вписывалось в представление о зоне магнитара. И период вращения, согласно моделям, которые бы описывали светимость этого свеча, было недостаточно для того, чтобы объяснить эту светимость. И поэтому Геннадий Семенович мне предложил задачу, которая бы описывала этот эксперимент в рамках достаточно старой идеи, которая была сформулирована в 1975 году, о существовании в нейтронной звезде так называемого нервонавесного слоя. И, как возможной причины, для возможной причины появления этого повторяющегося, так называемого, слоя гамма-репидера. И эта работа была посвящена построению модели, которая станет основой для гидродинамической задачи, которая бы впоследствии объяснила эту светимость и все эти наблюдаемые явления. Вращение, если ты чуть-чуть поточнее, так что наблюдается? Наблюдается периодическое излучение в определенном диапазоне. Описать с помощью известных моделей магнитаров не получается, потому что недостаточная частота вращения и магнитной энергии, которая связана с вращением, недостаточно для того, чтобы дать такую светимость. Поэтому Геннадий Семенович предложил объяснить такую светимость в рамках модели, которая бы описывалась взрывом внутри нейтронной звезды, и за счет этого излучения наши приемы соответственно. И моя задача была определить величину, возможную энергию этого взрыва. То есть моя работа и посвящена тому, чтобы посмотреть, как это возможно или невозможно. Ну, диплом будет организован, или он уже организован, в принципе, таким образом, что сначала космический эксперимент, его важность и какую роль играют нейтронные звезды в этом космическом эксперименте. Дальше объясняется, что нейтронные звезды, что мы должны использовать для того, чтобы посчитать все эти эффекты. И описываются уровни состояния, и делается акцент на неравновесном слое. Ну, и результат. Что это значит? Посмотреть по картинке. Это, вы говорите, взрыв, который порождает светское светильность? Это однократный эффект, или это периодический? Нет. Происходит все в чем-то. Вот у нас есть звезда, в ней произошло переход из неравновесного состояния в равновесное, и за счет, в ходе деления ядер, выпустилась энергия. На поверхности у нас оказалась вспышка. И до того, что нейтронная звезда постоянно вращается, мы видим периодический сигнал. И вот этот периодический сигнал... Это что, взрыв длится дольше, больше периода? Нет, взрыв просто произошел. Взрыв произошел внутри. Не на поверхности, а внутри. Удранная волна дошла до поверхности, и она вот спровоцировала выплеск излучения... Во всей этой стороне, правильно? Нет, вот там считается, что именно в какой-то одной точке поверхности произошло. То есть вот там вот... Я лично не знаю, почему это так, но вот рассматривается, что именно... Таких слов не произносили никогда. Никогда. Да, я не знаю, почему это так. Но суть в том, что там есть пятно, и это пятно, оно вращается, и мы воспринимаем это излучение. Возникает какое-то горячее, там, сформально-мерновесное пятно, которое является источником излучения. И оно держится довольно долго. Оно, да, достаточно долго держится. Смотря на то, что взрыв уже давно произошел, оно по каким-то причинам... Да, и вот... И вот... Вращение желтвитная дает нам вот этот всплеск. Да, дает всплески, и по периоду этих всплеск мы понимаем, что недостаточно в рамках модели магнитаров это описать, и поэтому мы делаем вывод, что возможным... Причиной всего этого служит неравноместный слой процесс, который мы обращаем. Вопросы с неким, которые сейчас пошли. Картиночку. А, спрошу. Да. Рисовать схематическую, тогда бы потребоваться 15 секунд, не больше. Вот. Объясните механизм. Ясно. Да, механизм, хотя бы понятие... Система, да, вот как все произошло. Действительно, какой схематичный картинка, она будет с каким-то причином на поверхности. Да, еще здесь можно пару слов сказать вообще о важности космических экспериментов. Дело в том, что вот первая часть экспериментов с нейтронными звездами очень важны для будущего. Будут эксперименты, связанные с двойными компактными объектами, системами из двух компактных объектов, по которым можно очень точно и практически по бесконечности проверять общую твое относительность. Вот. Это та часть, которую я не делал, а та часть, которую я делал с нейтронными звездами, это часть, которая бы занималась исследованием внутренней структуры нейтронных звезд. Сейчас узнаем, какова масса слоев в нейтронной системе, в нейтронной звезде. Ну и некоторые параметры можно будет определить там по крайней стороне. Несколько слов о том, что такое нейтронная звезда. Нейтронная звезда – это объект порядка массы Солнца и размером порядка десяти километров. Такие системы требуют для своего изучения не классическую теорию нейтронной гравитации, а теорию Эйнштейна, Эйнштейна. И уравнения, которые мы будем интегрировать, которые мы будем изучать, они вот. То есть эта система уравнений, она будет интегрироваться, и с помощью этого мы будем определять радиус нейтронной звезды, либо массу, ее массу, и все зависимости от расстояния. Можно считать B, R, 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 R – это масса, это давление, это плотность, тут там где-то, я все это описываю. Калитационные постоянные, ну, стандартное обозначение, на самом деле. Это все параметры звезды, они зависит от терапии. R – это расстояние от центра до… Вот. И все самое главное заключается в том, чтобы найти массу, ну, или энергию, которая выделяется в ходе взрыва. Значит, здесь важным… Важным в этой физике является происхождение нейронавесного слоя. Существует два типа происхождения нейронавесного слоя. Первый тип – это… Мы ее здесь написали, тогда я это все уточнил, тогда в следующий раз. Это происхождение нейронавесного слоя в больной системе, когда на нейтронную звезду окорректируется вещество с другой системой и постепенно порождается вот этот неравновесный слой со своим механизмом. И вторая часть – это затухание, медленное затухание молодой горячей звезды. И это тоже приводит к происхождению нейронавесного слоя, который в ходе возбуждающего процесса, например, в ходе звездопрясения, может спровоцировать быстрое деление ядер в неравновесном слое, переход в равновесное состояние и, соответственно, выбросами. Моя задача была посчитать этот выброс, зная уравнение состояния неравновесного слоя и уравнение состояния равновесного слоя, посчитав разность в массе этого слоя. Вы все время слои говорите, это все-таки сферически симметричный слой? Ну, в принципе, модель так построена, что да, мы находим сферически симметричный слой, но будем считать, что энергия, которая выделяется по поводу величины, будет равна той энергии, которая запустена в сферически симметричных слоях. Хотя сам механизм… Потом вот это пятно-то образуется. Ну, да. То есть, сам механизм может несколько отличаться, но это будет учтено потом в конечном счете, что по поводу величины примерно равны, ну, они будут примерно равны значить. Можно точно такие ядра там делать? Ядра, ну, на самом деле, в основном тяжелые ядра, вот в этом процессе. Там сложный такой очень механизм образования сверхтяжелых ядер и потом дальнейшее их деление до углерода. Но, на самом деле, все эти расчеты, они не входят в мой диплом, потому что они берутся изменения. Я просто хотел сам узнать. Нейтронная звезда не предполагает, что… Нет, нейтронно, мне ни в коем случае. Там и тяжелые ремонты есть, и сверхтяжелые, и углерод, и железо… Ну, нейтроны там, потому что происходит такая очень активная линтернизация, и там нейтрон тоже происходит. Ну, а там несколько есть оболочек, на самом деле, есть несколько оболочек. Да, в ядра, и таким образом фактически все продоны превращаются в нейтроны. Да, то есть… Но на внешних оболочках там могут быть… На внешних оболочках там могут быть… На внешних оболочках чего? Нейтронных звезд. Там… На поверхности. На поверхности, да, и в менее плотных оболочках там они появляются. Количество вещества… Да. В нашем понимании, как ядер, как атом, еще раз дальше. Да, то есть, на самом деле, вот нейтронный… Этот нейроновесный слой, он находится в достаточно… Ну, небольших… Он находится не… Он как раз вот ближай к поверхности, то есть там, где… То есть там, где… Близь, а переродешь в 10 км, или… Это 10 км от электро, а там… Нет, сама нейтронная звезда 10 км целиком. Со всеми слоями. Да, со всеми слоями. А нейроновесный слой, он достаточно близко к поверхности нам. То есть, вон там очень нравится… Мы начинаем рисовать какую-то вот эту вот модельку, с этими более-менее слоями, и достаточно четко и кратко все это рассказать. Потому что, конечно, иначе, получается… Вы свои слова произносите… А, да. …не очень… Обязательно должна быть какая-то слайд, вот эта половинка слайд – это нормальный рисунок, там со всеми слоями, чтобы можно было понять, где чего. Главное – более-менее ловина. Вот. И, значит, результаты, из которых здесь получаются, какие-то… Заключение в том, что мы строим модель для дальнейшего применения в гидродинамической схеме. То есть, вот, Геннадий Семенович сказал, что из Петербурга у него есть нападок. И вот я как раз сделал начальный этап для того, чтобы, основываясь на этом, дальше будет строиться вычислительная гидродинамическая схема с непосредственно… непосредственно с конечными выводами и сравнением с экспериментом. Это войдет в ваш диплом, вот то, что вы сейчас сказали, что это будет сделано? Или это вот в ваш диплом фактически, вот, по сути, дело вот на этом будет, да? Да, то есть на том, чтобы поставить гидродинамическую задачу, то есть определить выгодный мер и определить расстояние, с которым… Но у вас это уже не будет сделано? Гидромодели нет, у меня гидромодели нет. Опять же, встает вопрос, как подчеркнуть четко достижение вас вот на результате выполнения магистовской работы. Вот что вы, скажите, я попробую там сформировать. Исследование на модель – это не достижение. А вот что вы сделали при решении магистовской розыгрышной диссертации на защите, чтобы получился какой-то вот результат основной какие-ли? Ну, сам результат заключен в том, что найдены энергии, которые могут быть… Ну, скажем так… Эту модель никто пока не рассматривал в вот этого сорт-гамма-либитра. И, в каком-то смысле новизна заключена в том, что я как раз предложил возможность для того, чтобы эту модель точно рассчитать. То есть вот фундамент был сделан для того, чтобы была построена дальнейшая гидрономическая модель вот этого взрыва. Ну, вот вспышка. Наверное, какие-то оценки есть? Что это модель может быть? Что там есть в мире? В мире формулы, приближенные, качественные, гранит, приближенные… Нет, безусловно, это все есть. То есть я просто здесь их не привел. Понятно. У меня есть зависимость… Там широкий диапазон значений. То есть зависит… Энергия, которая будет выделена, она будет зависеть от массы самой гидрона звезды. То есть… И вот мы будем смотреть… Справедливо… Ну, там как раз и получается, что… Ну, а для каких-то звезд это подходит… Для каких-то подходит, а для каких-то не подходит даже. И для меня осталось совершенно непонятным, если у вас изначально вроде была сферическая симметрия слоев, и взрыв, по сути дела, в поисковой тоже, наверное, сферически симметричный. Каким же образом возникает какое-то пятно на поверху? Ну, вот… Вот это вот как-то… Ну, вот я бы это… …сужение симметрии задачи, оно должно чем-то быть обосновано. Ну, вот… Ну, в каком-то смысле… Однако на сферически симметричном солнышке пятна плаваются. Совсем не симметричны. Ну, это должно быть как-то объяснено. Все это… Да. Лески, подбираться… Там, да, да, да. Какой-то механизм не симметрии. Потому что вот те, по крайней мере, формулы, которые мы видели, они все только от сервана зависимы. Ну, да. То есть… Ну, здесь… То есть нарушение симметрии… Ну, или, по крайней мере, мы можем… Мы же здесь ищем в основном таблине. То есть мы можем сказать, что… Мы, посчитав энергию в каком-то асперичном слое… Посчитав энергию в каком-то асперичном слое… Мы можем сказать, что если у нас произойдет выделение энергии в каком-то секторе асперичном, то поэтому ищем в этом делении энергии, оно будет сопоставимо с одним слоем. То есть будет… В каком-то смысле вот так это можно сделать. Но… Это вот вещь, которая вышла на поверхность. И там должна вот какое-то… Вот тут вам говоря, более горящее или более светящиеся место, да? Которое потом… Ваш пульсар вращается долгое время и дает эти вспышки за счет этого пятна. А пятно живет за счет того, что этот уровень как был взрыв. Нет. Но это, наверное, уже на той стадии, когда динамика будет подключена… Вопросы, которые там… На самом деле это означает, что вы даже четко сформулировали свои результаты. То есть, что хотели и что в результате получили. Вы получаете энергетические характеристики, вот эти выделения в своем преобъемленном состоянии, которые в перспективе потом можно будет подпользоваться с привлечением там не гидродинамики, но к объяснению вот этого вот. Просто тогда надо немножко чуть-чуть по-другому, наверное, начинать. А, ну я понял. Тогда вот я начинаю. Чтобы… Начали вы так, что как будто вы объясняете некий эксперимент. А на самом деле вы только собираетесь. Не вы, а именно в перспективе планируете объяснить, но для этого вам нужна была вот эта задача. То есть, вы свою задачу, собственно, должны сформулировать более четко. Более четко. Иначально, чтобы было понятно, что вы достигли вот так. Ага. Мне было, кажется, с того, что я понял, что должно быть что-то чисто на машину. Поставлена ваша задача, которая… То, что вы сделали, там, если все чисто, начальные условия, для того, чтобы ограничить возможные значения в рамках какой-то там численной модели… Да. То есть, вот… Вами найденные начальные условия, позволяющие с помощью другой модели, которую мы предъявили, найти тот и тот. Да. И таким образом, как только эта модель с данными начальными условиями будет описывать реальные эксперименты, что вот Вами лично, по руководству, конечно, там, вы говорили, выполнена определенная задача, которая является вот такой уже нормальной, хорошей, самостоятельной задачей. Это не просто уже, там, обзор, анализ, там, подбор какой-то, еще чего-то там, схема расчетная, а именно уже, как бы, новый физический результат. Вот это надо Вам почетче, конечно, сформулировать, потому что, пока, прообещаем немножко разве. Почему? Несколько минут я это не слышу. Да. Ладно. Соответственно, меня зовут Маренко Александр, научный руководитель Рязанов Стехан Тищенко. Задача, соответственно, называется «Таргерцовое звучение при пролете электронов сквозь определенных средствами мишени с периодически изменяющимся радиусом». Следующий слайд будет? Скажем, пару слов. Пару, сразу на скидку, все равно будет крупнее в 3 раза. Не вижу, да, ничего. Слух. Вот если Вы отойдете вот сюда вот, Вы видите, что… Стречка много белого, и стречка мало его остального. Ну ладно. Понял. А, хорошо. Так, ну, что такое «Таргерцовое звучение»? Таргерцовое звучение, принято считать излучение с длиной волны от 3 миллиметров до 30 микрометров, так называемых субмиллиметров, и с частотой от 0,1 до 10 Тарагерцов. Для данного излучения, так называемым, прозрачным являются пластик, кожа человека, дерево, непрозрачные металлы, и вода. Ну, отсюда, соответственно, ряд применений. Это медицина, метеорология, система безопасности и так далее. Но сталкиваются с проблемами. Это размер установок и, соответственно, стоимость данных установок. У нас есть основания предполагать, что все генерации Тарагерц, основанные на полиализационном излучении, которые, кстати, практически не рассматриваются, помогут создать как раз так называемый Table Top Size, то есть достойный генератор, и, к тому же, потенциально возможно генерировать излучение с возможностью перестройки частоты в широком диапазоне, что является тоже очень нужным фактором. В данной работе, обычно, если мы говорим о генерации Тарагерц на основе полиализационного излучения, мы говорим о излучении Вавильного Черенкова. У нас есть основания полагать, что использование механизма излучения Вавильного Черенкова и механизма излучения Смита Парсова будет более эффективным. То есть, если мы обычный волновод немного деформируем, появятся некие другие излучения, и результат, то есть наше распределение излучения будет более интенсивным. Следующий. Слова, почему группа «И» главная? Почему «эффективная» в кавычках? Ну, Вавилова Черенкова и Смита Парсова. А потому что, ну, и подчеркиваю, что и Вавилова Черенкова, и Смита Парсова. Ну, как бы и то, и то. Как бы хотел выклить это. По-моему, то, что у нас целью назначена, это не цель. Я читаю, обычно там что-то такое, есть основательная полагать. Ну, скорее, это, честно говоря, это статус. Просто вот, как-то мне сложно в процессе моего программа получалось связывать. Я написал, это для вот обычной дегенерации, на самом деле. Потому что, чтобы связать это все более-менее нормально. Да, цель я, наверное, уберу, на самом деле. Потому что это, так сказать. Или это отдельный слайд. Более четкий рецепт, допустим, там, использование механизма излучения, там, смеха Парсова, на рынке моего жилья Бога, да, генерации Таркетон и Абазон. Эффективно? Да, эффективно, я тоже согласен. И изучение механизма смеха Парсова. И общее направление поиска, вот она отмечает. Ага. Ну, идея. Еще. У вас там очень много лишних слов. И надо сделать крупнейшие искры. Все, что вы там не можете запомнить, выучить вытруйте. Потому что потенциально в скобочках. Вот это… Да, я согласен, согласен. Ну, на самом деле, ну, хорошо. Данный слайд, ну, тоже надо, естественно, больше увеличить всего. Это… Даже не все работы, вот две из них, это вот прям последняя работа, одна из них будет опубликована только завтра, если будет опубликована, это докторская десертация, там, очень известного в данной области человека. Конорейкина. 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 Это из… Ну, он экспериментатор, но все равно, то есть у него теоретические численно-посчитанные. То есть направление в данном случае идет. Идет некая модернизация вот этого волновода. У него в работе говорится и при проблемах горного волновода, и так далее, и так далее. И вот, например, в Лондоне была конференция, вот одиннадцатый год, сентябрь, по-моему, одиннадцатого года, где вот группа армян сделала тоже, ну, немножко похожую работу, то есть… Кто у тебя армян? Там фамилия есть? Да, вот Григориан, Мкарчан… Сейчас, сейчас, один кто-нибудь, я тоже фамилия заключается. Я вижу армянскую фамилию. А? Ну… У меня армянская фамилия. Григориан. Григориан. Так. Мкарчан. Мкарчан. Почему ты там ничего после? Арзамальян. А… Арзамальян, да. Потому что… Григориан. 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 Все-то вы знаете. Вот. Ну, на самом деле, их работа, она такая, с ней можно было даже поспорить, но я думаю, не стоит здесь об этом говорить. что… Ну, хотелось показать, что данная идея актуальна, и исследования в этой работе идут, и они вот идут прямо в тот момент, когда мы говорим. Далее. А постановка задачи, как я и говорил, дана стандартная… Вот… Это стандартный волновод, то есть это некая… В цилиндре сделана некая вымка, вдоль которой летит заряженная частица в вакууме. Происходит генерация перагетт за счет излучения Вавилова-Черенкова в данной сфере. Для нее я, соответственно, нашел распределение излучений по углам и частотам. Далее… Я прошу прощения. Классическое излучение Вавилова-Черенкова – это надо, чтобы директорическая проницаемость какая-то была. А здесь, если она в вакууме прилетит… А, ну, поля-то все равно же. Эффективный радиус поля, он больше, чем эффективный, то есть чем радиус этой штучки, все равно происходит… А эта труба из чего сделана? Да. Вот это… Таллическое. На самом деле здесь неважно. Вот на данном этапе это епсилонт и какие-то там свойства, ну да, можно сказать, металлическое. Здесь… Аликтер не чисто может быть. Матронная скорость диаметра… Но это все будет дальше. Это все… То есть, на самом деле, эффективный радиодействие поля, он чуть больше, чем радиус, но не чуть больше. И происходит как раз генерация излучения армии Чаенкова. То есть, зацепляет края… Почему это важно? Обычный Чаенков, ну, это, грубо говоря, сквозь заряд движется через вещество какое-то… Например, сквозь воду, ну, сквозь какие-то вещества. Но это нельзя назвать… Это излучение… То есть, Чаенковское излучение в таком виде – это переходное излучение. То есть, происходит взаимодействие заряда с… С веществом. Что не есть – хорошо. Меняется скорость быстро. То есть, надо уже потери на излучение учитывать и так далее, и так далее. Здесь же он движется в вакууме, и потери на скорости не учитывает. И рассматриваем… Это вот дифракционное излучение – типичный пример дифракционного излучения. То есть, всегда можно… Какое-то излучение надо не учитывать потерь? В данном случае нет, потому что гаммы очень большие… Мы различным Чаенковским тоже не учитываем. Гаммы достаточно большие, то есть, скорость достаточно большая. И кинетическая энергия данного заряда по сравнению с потерями пренебрегает. Ну, так стандартно. Вообще, да, нужно учитывать. Если вот, ну, как бы, охватывать все области, то… А когда вот сейчас светить будет излучение вот такой схемы, если, допустим, чтица летит? Ну, под каким-то углом Чаенкова, которая… Которая… Кочется на степ, и так далее, и так далее. В зависимости от выбранных… Ну, мы увидим, у меня там будет уголь. У меня, например, он 47 градусов. Ну, то есть, можно понять, когда это будет направлено. 47, там, чтеп. Вот таким образом происходит модернизация… Таким образом происходит модернизация соответствующего волновлёна. Это в разрезе, соответственно, тот же цилиндр, добавлено некая периодичность внутри. Эта периодичность, она вдоль… Вдоль середины окружности сделана. То есть, это ряд вот таких вот окружностей, как бы, настроенных. Ну, если он в разрезе, то, смотрите, это будет выглядеть вот так. R1, соответственно, малый рядус, R2 – большой. Ну, я в дальнейшем буду упоминать этот рисунок, он будет виден, поэтому, соответственно, можно к нему ещё раз обратиться. Так, ну, от такой схемы, соответственно, тоже мной было найдено распределение излучения по углам и частотам. Дальше мы его получим. Механизм возникновения излучения. Данное излучение можно рассматривать, как излучение полизационных токов, возбуждённых веществе полем движущихся заряда. То есть, заряженная частица движется… То есть, заряженная… собственное поле этой частицы возбуждает гребания соответствующих актемных электронов, и возникают полизационные токи, которые являются источником вторичного электромагнитного поля. Следующий слайд. Стандартную форму для… Я же прошу прощения, вернувшись. Вот этот материал, из которого из геоэнциклитов… Эпсилен есть? Да. У него есть. Значит, геоэлектрический? Геоэлектрический? Геоэлектрический. Если есть эпсилен, это геоэлектрический. Не трогайте. Есть геоэксилен. А где это началось? Солиэнциклитов в частотах, как говорится, там… О каких частотах, кстати, где-то речь идет, потому что размер нет, ну, я понимаю, я имею в виду, что... На самом деле, да, там уже в зависимости от частоты, можно сказать, что... Ну, ладно, хорошо, я в общем... То есть нужно где-то упомянуть об этом? Я нечисто. Видите, есть только вопросы. Характерные числа будут дальше, но когда уже будет построение именно графика... Давай, на самом деле, при постановке задач, конечно, хотелось бы понять, действительно, если диэлектрик, так сказать, из чего примерно сделан, какие размеры всей вот этой вот... Длина зуба по Z, шаг какой... Вот так, 20 лет, мы поняли, что получилось, вот уже... То есть это в самом начале нужно уже... Ну, хотя бы какую-то идею, да, раз вы претендуете на создание прибора, по сути дела, в перспективе, который будет излучать, то, собственно говоря, это является нефинкуском, а потом обсчитывать это задачу. Да, хорошо. Так... Следующий стоит. Да, значит, да. Ну, вот стандартная форма для расчета распределения... Значит, самое замечание, что... Побольше, да? Формулы... Да, хорошо, да. Тексты... Кроме закалодок. Так... В чем остановился? Ну, вот стандартная форма для расчета, где G, колонка, это приобраз по... по координатам и по времени, от полизационного тока соответствующего. Это книжку Михаила Ивановича Газанова списывал. Например... Ну, конечно. Ну, естественно, до этой формы идет какой-то вывод, но вот у нас считается, что эта форма уже такая стандартная, поэтому... Нет возражения. Фурионус блокно-спелизационный ток и по координатам времени выглядит вот таким образом, где сигма-тероника играет роль проводимости и через... И через... И через... Ну, теттофункции и сумму... Сумму-произведения теттофункции, когда задана вот эта вот неоднородность внутри. А тогда мет... Периодичность, так сказать. Какой-то метан или ереф? Сигма. На самом деле, наверное, это мой минус, потому что как-то мы вот до этого момента... Возможно, здесь просто... Ну, вы говорите, что мы предлагаем... Вы говорите, что такие общие формулы писать страшновато. Проводимость, вообще говоря, в целом можно вообще для чего угодно писать. Диалектики тоже можно вести проводимость. Но на ощущение, на слух, люди понимают, что проводимость есть там, где есть ток еще. Ну, тогда с самого начала... Ток не течет. Хотя при ваших частотах, при ваших, там, каких-то... Может, там вот где-то... Ну, кто? Да как вот это... Тоже токи могут течь. Но, тем не менее, это вот надо как-то сказать... Ну, здесь вы говорите формула. Вы пишите G равняется Сигма Е. Сигма Е. Сигма Е. Другой эксперт, которую я использую. Да. Что имеется в виду? Это чисто мнимое вот, как для металлов. Когда, ну, формально вводится понятие электрической проницальности, чисто мнимое, тогда это проводим. И вы чем говорили в черенковом металле? Это не плетонность. Я бы сказал. Не, ну, надо говорить о поляризационной токе. Да. Поэтому, если мы говорим о диэлектриках, ну, соответственно, можно ли говорить о поляризационных токах? Нет. Как раз-то в диэлектрике, вот, из общих соображений, там есть только токи поляризации. Более того, высокочастотные, я говорю, токи, когда они тоже, я говорю, никогда не убегают, а бегают вот так вот, они могут быть где угодно вообще. Нет, все правильно, но это описывается членом, вот, ДП по ДТ уравнению. Нет, такого нет, это напрямую, это уравнение, максимум самый обычный, решенник и так далее. Вот здесь терминология, и все. А что ты здесь немножко ромаешь? Надо вам немножечко ромать. А что я? Я, на самом деле, в самом начале просто скажу, что это. И хромать отвести, да. А что вы? Просто, вот, когда решаешь, да, у нас в данных работах как? А епсилон, оно такое грозное оружие, то есть, если не получается, ну, ладно. Сейчас вернемся к епсилону. В каком виде твое слово произносит епсилон? В каком виде твое слово произносит епсилон? В каком виде оно у вас где-нибудь написано? Вот здесь на сказке, что оно очень есть? Число есть. А? Есть число. Это же не константа. Как вы говорите, число? Она от атомеки зависит. Ну, нет. Эти хитрые вопросы, да? Главное. 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 Вот этот момент здесь, в данном случае, он не учитывается. Обычно мы говорим, представляем епсилон в определенном виде. Говорим, что для таких епсилон, близких к единице, мы можем пользоваться методом последовательных приближений. То есть мы раскладываем поле по степеням, берем на любую степень и так далее, и так далее, и так далее. Вот обычно это делается так. Но в данном случае у нас вот эта же экономика зависит от собственного поля напрямую из уравнения максимума. То есть в данном случае у нас получается, что на на самом деле это канал в бесконечной среде. Вот если мы от бесконечной среды будем переходить в конечной среде, тогда уже нужно будет налагать на епсилон какие-то вещи там и говорить. То есть здесь делается именно вот так. Пока про епсилонт… Ну ладно, давай, мы там дародкануете, да, а потом… На самом деле все просто, для меня от того, что надо с самого начала будет указать мне, ну, что это именно и уже более конкретно. Так… Результаты расчетов для, соответственно, обычного цилиндра выглядит таким образом, где F1, F2 – это, соответственно, произведение веселей, введение таким образом для вращения. Ну, пока не особо интересно. Для проверки данного результата проверим соответствующий предельный случай бесконечного длинного цилиндра. Ну, получается известная формула, то есть условия формы валины ученикова для бесконечной пластины, откуда мы, соответственно, видим сразу на эту функцию возникает условия валины ученикова, что и по физике получается правильно. То есть предельный случай с данной формулой совпадает с верной. Далее. Для цилиндра с переменным радиусом получается несколько более громоздкая формула, где, соответственно, введены те же самые F1, F2 – это вот веселей, произведение суммы веселей. Что касается этой формулы, сделано для проверки те же самые предельный случай, то есть, грубо говоря, при R1 равном 2, наш цилиндр с переменным радиусом переходит в цилиндр с постоянным радиусом, ну, и соответствующая формула напрямую переходит в ранее рассчитанную формулу. Плюс при стремлении длинных цилиндров к бесконечности получаем условия валины ученикова, что тоже является правилом. Правильно ли я понял, что формула для цилиндра с переменным радиусом – это то, что вы, собственно говоря, и слепите? Я это уже был раньше, известно. Нет. На самом деле, в данном случае, я слепил вот такой формулы для… даже для обычных цилиндров, естественно, это было уже рассчитано. Но… ну да, можно сказать, на самом деле, что слепил, вот именно этого… Вот именно это… То есть, ну говоря, учет цилиндров с переменным радиусом, да еще и конечной длины – это то, что до вас не было сделано. Да, это то, что до вас… Понимаете, здесь задача чем хороша? Тем, что любую форму поверхности сделал, и все, я считаю, новая задача. Нет, это еще… А здесь есть объяснение этому. Я вступил в манер, что цилиндр с ровной дыркой, а вот теперь цилиндр с отверной дыркой. Вот для цилиндра с постоянной дыркой, естественно, результаты были какие-то, но вот пока что у меня предельные случаи совпадают, да, но все равно даже из этого результат выходит один, скажем так, интересный, даже для специалистов результат мы его показывали, ну, который следит более изучать через него, даже такие вот, ну, термикевиалы и серьезные люди в дальней области, они как-то или перепрыгивали через него, или я пока, ну, не нашел, где это. А вот выясните, что это новое есть, тогда надо сказать конкретно, что… Это дальше будет есть. А вот в этом митинге в идее все насчитаете как функции чего-то? Да, ну, естественно, это функция атомика. То есть… То есть функции частоты и все, да? Да. Так. Далее… То есть все эти ваши выступы и цилиндры размера намного больше, чем все эти волны, естественно, так… И, естественно, работа в волновой зоне. В конце я напишу как, ну, как один из условий применимости. Ну, неравенство, так сказать, Михаила, что я… Ну, так, я уже рассказывал. Ну, вот он как раз получается довольно-таки интересный результат. То есть здесь построена зависимость распределения излучения для обычного цилиндра, то есть для цилиндра с переменным радиусом, он у нас фигурирует с индексом 1. LOD R1, то есть LOD R1. Мы видим, что при изменении радиуса немного мы можем попасть или в пик, или мы можем, соответственно, попасть на максимум. То есть вот этот факт довольно-таки необычный. Естественно, здесь нюля не касается, ввиду того, что здесь 7-ой, но на уровне значительное падение. Плюс форму... А это излучение вперед или излучение под конкретно каким-то углом? Это излучение под таким углом. Это при опорном условии Вавилы Черенкова, да? Семь минут. А выкроет, может, любовь — это из селетра? Такие углы бывают у Черенкова? Это большие и большие епсилоны, что ли? Ну, епсилон бывает, ну, а. При высоких частотах? Да. А что такое вещество-то такое? Это излучение пройдет, что ли, с целью? Да, конечно, пройдет. А что здесь именно? У тебя 2-х, я подумал, это еще не оптика или это за оптику? Ниже оптики. Это ниже оптики, это... Это 10-12 Гц. То есть это не такие большие частоты, да? Это очень маленькие частоты. Это наоборот считается. Тогда у вас просто епсилон можно вообще смело считать контантами? Ну, оно так и считается здесь, на самом деле. Мы играем с епсилон, когда мы хотим немного с других моментов обойти. То есть когда вот именно на раннем этапе мы выбираем... У нас же здесь, по сути, наше поле, оно складывается из чего? Из собственного поля, и из поля полизационных токов, так? Так вот, в данном подходе, если ты, если для расчета хочешь использовать только собственное поле заряженной частицы, ты должен уже некие манипуляции с епсилон делать. То есть говорить, что вот при таких епсилон, соответственно, мы можем данное поле разлагать по соответствующим... То есть, грубо говоря, пользоваться теорией возмущения. В данном случае у нас напрямую решение уравнения максимума. Здесь у нас на епсилон константы, и никаких пока вот на данном этапе решений. Естественно, когда это будет уже подходить больше к эксперименту, и когда мы будем какие-то там, ну, еще вещи считать чуть дальше, тогда уже, ну, епсилон будет более конкретным. Соответственно, анализ результатов расчета. Что мы вообще хотим сделать? Мы рассматриваем зависимость распределения. Получили две формулы. Зависимость распределения звучения от углов и частот для обычного цилиндра с постоянным радиусом, и для цилиндра, соответственно, с переменным радиусом. Теперь мы при условии максимума излучения для цилиндра с постоянным радиусом, это как раз условие излучения, потому что, естественно, генерация происходит за счет излучения вареновичным кором. Максимум будет при выполнении данного условия. Будем рассматривать их зависимость. Ну вот, соответственно, при... Секундочку. Предыдущие. Вот здесь, куда излучение будет? Через боковые поверхности по 2,6 градусов. Или на выходе из этого цилиндра пошли эти... Смотрите. На самом деле это как понимать? На самом деле, пока что мы рассматриваем бесконечные вещества. Бесконечные вот там и бесконечные вот там. Нет. То есть здесь цилиндра с цилиндричной дыркой. Да. Пока рассматриваем. Пока что так. Когда мы скажем о конечности здесь... Когда мы, соответственно, будем говорить, когда мы хотим сделать им конечным, тогда, соответственно, вопрос. Как вообще-то выходит оно? То есть выходит, под каким-то углом преломляется, мы должны... Потом, да, в среде. Потом, когда выходит из среды, вот эти опасные моменты, то есть углы и так далее. Это будет считаться, но это еще одно и так далее. Оно делается... Такие задачи, они делаются именно такими и такими. Сперва решается в таком случае, потом, если мы хотим... Если я хочу сделать его конечным, я говорю, рассмотрим такие, которые позволяют... Да. И вот все то, что я говорю, все меняет. Поэтому... Какая ситуация вот с бесконечной средой буквы, которые определяют эти 47-ю градусу? От чего зависит? Ну... Оценки какие? В это вот косинус написан в это разделить на объеме течена раз на на. Да. Вот у вас косинус тета равно бета разделить на корень за и что? Корень 2, 2, амина 4. Бета... Я так понимаю... Что там? Бета это отношение... Ну... Я на десятку взятал... Нет, ты считал. Ну, подставляем бета. Бета это единица. Ну, бета это единица. Единица разделить на корень 1, 4. 0,7. Косинус 0,7. Что-то вот такого тип корень будет на 43 градуса. Ну, там 47, но больше нежная тема. Нет, шире. Ширше. Нет, наоборот. В знаменательском состоянии. Ну, там стоит все, наверное, и ефсин будет. Заверните сейчас. Нажмите на кнопочку на дату. Вот сюда? Да. Да. Значит, если ефсин будет большое, то, соответственно, угол это... Маленький очень напоследний. И попала. Да. Поперед. То есть при большом ефсин будет светить вообще не знаю. Во все стороны. При маленьком ефсин будет поперед. А частота вашего излучения определяется вот частотой этих барьер, ну, этих выступов или какие-то другие факторы? Ну, она определяется тем, что мы хотим попасть в зону терагерц. Потому что конечное излучение должно быть в терагерцовом диапазоне. Оно для таких вот лимбов, естественно, для лямбов, ну, вот, кстати, характерные лямбов, 2 на 1 на 10 лямбов. Нет, а то есть вещество определяется или в форме поверхности? Так. Еще раз, можно? Сейчас смотрим. А терагерцы где получается? На поверхности или вещество? А, ну, здесь же мы же пока рассматриваем бесконечное вещество. То есть, нет, а бесконечное... Модерация, модерация и это самое. Может только вот эти вот, действительно, модерированные поверхности, она дает еще дать? А она такой в ваших расчетах? А, размеры температурности? Ну, соответственно, L – это длина, ну, где-то 10-3, то есть вот таких порядков, миллиметр-дин. 10-3 сантиметра. Метра. 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 В системе хим. Эээ, если нацены по разделению… чуть больше а заходить соответствовать за эти гребешки у нас идёт зарядник, у него есть какое-то эффективное поле. Оно должно проходить вот так, чтобы генерировать какие-то поляризационные токи соответственно. Габа-баттэлянг это порядка 10-3. Соответственно вот эти размеры, вот этих штуковых, они тоже отсюда сразу выходят. В каких порядок они получаются? Из оценки, отравильность. То есть чистота берётся, вот если бы у вас просто была сплошная среда, и, скажем, например, дел ваше... Берётся чистота, а мы хотим. Что было бы? Было бы чисто черенковское звучение, правильно? Вот просто в среде, без всяких дыр, без ничего, и делал бы чистоты. Частоты какие были? А чистоты были бы, вот какие чистоты черенковского звучения? Они определяются средой. А что на её сложность? А что на её сложность? Ну вот. Эффективность? А что? Вы изменяете человеку, когда вы берете два радиуса для этого пульса? А это чистоты, зафинкры? Смотрите, до этого... Ну, первое, я с одним словом, не надо вот это заставить. Они учатся, эффективность, они изменяются даже. Они добавляют ещё один механизм излучения, механизм излучения смитопарса. И нам интересно посмотреть, как вот эти механизмы, взаимодействуя, так или иначе, дадут ли они нам увеличение, или это вообще не интересно. То есть, вот до этого у нас, грубо говоря, была ровная поверхность. А если мы возьмём и сделаем насечник, по нему очень уколу, будет ещё и излучение смитопарса. Потому что будет на той же частоте. А на той же частоте это? Да. И перед тем же, и перед тем же, всё то же самое. Взорюбку две одинаковые. А в этих учтей курсе, чего добавляют, я ещё не знаю, хватит от него. Ну, и вы у нас культуры уже. Они не знаю, какие культуры. Что? Эффективность будет больше? Ну, там дальше будет. Индюлятор, он, как бы, немножко отвлекает культуре, и там ещё останавливается включение. Включение будет лучше. Масечко. 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 Ладно, давайте, доведите это дело до конца, значит, это с точки зрения результата. Так, ну, в общем, вот, используя такую зависимость между, ну, естественно, мы не можем, мы берём и цилиндр обычный, и цилиндр постоянный, одних и тех же примерно размеров, то есть должна быть вот некая зависимость между значением R0 и это радиус, соответственно, обычного цилиндра. Получается такая вещь, то, что синяя кривая зависимость, это от R1, по сути, это R2, от радиусов, и в данном случае только и... То есть синяя, это распределение зависит, вот, кстати, не указал, это распределение излучения по углам частотам, в данном случае, так зависит от, соответственно, радиусов неоднородности для необычного цилиндра и для, соответственно, обычного цилиндра. И мы видим, что где красный, там эффективен механизм излучения валийного черенкова просто. Вот так, где синяя, соответствующая поверхность, более эффективен, соответственно, вот наш механизм, который разрабатывает с нами. То есть говорить о полном для любых радиусов и для любых величин, о полной, так сказать, эффективности механизма валийного черенков плюс метапарсов нельзя. Но вот, судя из этого графика, область синяя намного больше. К тому же отношение максимума здесь к максимуму вот в этой точке, оно намного больше, чем отношение максимума вот здесь к максимуму в той точке, где изучение просто валийного черенкова больше. Мне было бы понятность, если бы сравнили вначале два механизма, которые потом объединились с метапарсом отдельно и валийного черенкова. А потом уже то, что у вас получается вместе. Еще раз, не понял. У нас же не сравнивается. В моем есть черенок, который был до этого. Теперь к нему прибавили с метапарсом и сравнивали. А отдельно можно с метапарсом показать? Или это не разделимая понятия? Нет, это, конечно, разделимая понятия. Но а зачем? Я бы не понимал, на чем это было. Можно ли сказать? Да это это понятие. Можно ли сказать, что он... Складываются два эффекта? Нет, здесь же реализа. Эффекты, или они все-таки очень сильные? Конечно, конечно. Там же происходит интерференция, когенетное сложение. Именно поэтому нельзя так сразу сказать. Вот мы один метод, второй сложили. Значит, естественно, только лучше. В этом не означает, что твоя идея не проходит. То есть, не хватит в один, и через 10 лет, и в тилет. Очень важны как раз когенетные эти эффекты, интерференционные, интерференционные, то есть когенетное сложение. Поэтому однозначно, сразу нельзя так сказать. Я бы, когда... То, что вы сейчас сказали, я бы сказал, что синяя, это цилиндр, как вы сказали, необычный, то нельзя таких слов предать. Переминдр в радиус. То есть, синяя возникла из-за того, что изуродовали внутреннюю поверхность. Именно так. Причем, изуродовали как. Тут еще одна какая-то хитрость. Периодически. Да-да-да, естественно, периодически. Я говорю о том, что мы здесь еще учитываем. Если мы просто возьмем наши стенки и добавим к ним немного вещества, то человек, который в этом более-менее разбирается, скажет, извините, но мы же добавили вещество, которое участвует в образовании излучения. И как бы, вроде бы, естественно, что эффект будет лучше. Но на самом деле даже так нельзя сказать. Но мы, в избежание таких вопросов, мы, соответственно, это сделали, что количество вещества, участвующее и там, и там, вот если списать в такой форме, оно остается постоянно. То есть, грубо говоря, в этом случае вещество остается, количество вещества, участвующее в образовании излучения постоянно, вот в этом случае мы просто сделали, грубо говоря, насечки. Другое вещество, мы сделали периодические насечки в обычном цилиндре и посмотрели, что получится. Вот тут как раз для экспериментаторов интересно, то есть взяли, периодически деформировали и посмотрели, что и как. Ну, соответственно, вот для этого случая тоже изображен график. Ну, на данном этапе, опять же, говорил, пока экселент отбрасывает, используемые передвижения. Это приближение волновой зоны, R больше K, и, соответственно, что вещество однородное. Вещество однородное. Ну, еще хотелось бы немножко сказать, я, наверное, вернусь, по поводу вот этой работы, сейчас, 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 которая выходит, это не совсем работа, вот канавейки она дал, и ТИ. Это работы по килеваторному излучению. Работы по дифракционному излучению, то, что я делаю, это называется дифракционным излучением, когда не пересекается граница раздела средств, разными ими, и работы по килеваторному излучению, они очень похожи. Мы также и там, и там, мы считаем традиционный ток, только я дальше его считаю на бесконечность, то есть волновозой, а у них же на мороз считается, ну, близко где-то. И поэтому, но на основании этих знаний мы, он защищает докторскую, и поэтому я участвовал на основании тех знаний, которые были получены здесь, участвовал в составлении автореферата, как это называется, нет. Отзывы на, да, отзывы на, соответственно, дипломы у вас не имеют отношения. Ну, не имеют отношения, сейчас тут пишется, соответственно, статья. Естественно, нужно дорабатывать какие-то моменты, но, в общем, это вот вполне. Ну, наверное, ну все. Далее, далее, хотелось бы к диплому еще увидеть, все же здесь мы сделаем не одну частицу, интересно все же посмотреть на некий сгусток частиц, посмотреть, что будет там. Вот сейчас это делается, но пока-то не получается мне интеграфно читать, но я просто надеюсь, что именно к диплому еще рассмотрю случай многих частиц. Ну, там тоже все. Вы на выбор, не можете показать результаты работы? Могу сказать, с такой своими написания, там, сейчас посмотрю, у меня еще многих слайдов там. Так, ну, то, конечно, там, нет, пиздец. Но сформулируйте тогда еще раз словами, просто результаты, вот основные, которые получены, как бы сказать, ну, желательно больше лично, да, или, по крайней мере, в составе ваше наручное дело. Ну, тут все лично мной получено. Идею данной задачи будет показать, что подключение механизма, вот Варилу Ченкова и... Включение механизма излучения смитопарства, Варилу Ченкову, даст некое усиление интенсивности. Это и было показано, что для каких-то L, для определенных, у нас происходит, соответственно, усиление. Такие зоны, где у нас излучение Варилы Ченкова плюс митопарства больше, чем просто излучение от Варилы Ченкова, они довольно-таки значительные. Вот здесь я вот думал, как мне это объяснить? Ну, то есть, нужно как-то эти зоны выделить или, вот, например, конкретно привести какие-то значения? То есть, вот, для этих зон. Грубо говоря, сейчас. То есть, как бы вы объясняете, то вы вообще не успеете. Вы и так не успеете? Нет, ну, я это проговариваю очень быстро, и на научной сессии я тоже это очень быстро проговорил. Успеть-то я успею. Достаточно, мне кажется, сказать, что большую область параметров оказывается более эффективным. То, что мы делаем. Ну, я на самом деле подумал, как это еще, ну, грамотно скает, потому что, ну, 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 да, вот это вот очень спасибо за идею. Большую область параметра. Широкую. Широкую область параметра. Ну, мы еще это обсудим, и, как бы, я думаю, просто сейчас все силы брошут на многочастичный случай, хочется сказать. А все-таки вот модуляция, какой-то эффект модуляции за счет того, что все-таки у вас возникает периодическая структура, которая щитит и чистится практически со стороны света. И генит не проявляется? Нет. Ну, ладно, если это не периодично, а если делать их с каким-нибудь разным расстоянием? Ну, просто сложнее считать будет, в том же... Нет, это должно быть сложно будет считать. Это будет немного уже грубой вот излучение. С ментепарсел – это именно периодическая, извините, периодическая деформация. То есть, если мы какие-то вот штуки там не периодически сделаем, мы не будем считать по лицам каждой штучки. Значит, что это периодически задает? Баб, нет, я просто не понял вопрос. Я знаю, что это будет. Нет, естественно, периодически. С ментепарсел – это нужно обязательно рассказать в первых вопросах, то, что, почему это актуально же, должно быть рассказать, что если приходится на Белар-Черенкова, на одном слайде, и в чем он заключается? Излучение с ментепарселом на втором слайде, то есть, в том, что становится задачей, вот эти приближения, они должны туда входить. Что вы используете и как формулируется задача, какие уравнения нужно решить, какие приближения вы хотите сделать. Потом две формулы, и потом результаты выиграть, какие выводы. Ну, на самом деле, я тогда про периодичность. Вы мне вопрос задали, играет ли периодичность в моей задаче? Конечно, она играет, потому что все расчеты, они как раз основаны на том, что мы для снятепарселом делаем сегодня таким образом. Если у нас это периодичности не будет, мы будем считать позиционный итог, именно в каждой вот этой вот штучке. А это уже будет, ну, немного другая задача. Это уже дефункционное излучение, но это не излучение с ментепарселом. С ментепарселом — это именно периодичность. Именно периодическая деформация. Необъяснение, да? Так вот, чертога излучения с ментепарселом, давайте попробуем к этой стороне подойти, она определяется, грубо говоря, периодом определяет скорость? Да, конечно, конечно, определяется, конечно. То есть, фактически, когда у вас один миллиметр, если царь бы соглашился, я бы здесь в 11 степени Герц четвертый. То есть масштабы как раз той же самых террогерц, которую вы хотите получить. Но при этом черенковское излучение, оно же, как говорится, определяется именно средой, а вовсе не периодичностью. А в среде, говорит, с периодичностью такого рода нет никакой. Там причина возникновения террогерцового излучения это просто некий хвост черенковского излучения. Правильно же? Обычное черенковское излучение, он на реактор, сходите, посмотрите, где он еще работает. Вода и летят протоны из реактора, как говорится, блестящие, совершенно такого цвета морской волны, совершенно ни с чем не спутают, замечательное черенковское излучение. Смотришь в этот аквариум, вот там вся эта фигня светит. Но это никак не связано ни с какой периодичностью. И определяется оптическими частотами, то есть частотами среды. Если у вас среда, обычно, условно говоря, там твердое тело, там диэлектрик, вода, это оптические частоты. Эта частота гораздо больше террогерцового. И хвост только тогда остается террогерцовый, а там, может, он черенковый. Маленький, по частоте, где я имею в виду хвост. И получается, этот хвост у вас каким-то образом накладывается на ваше восьмидо-пазоство. По целостному. Правильно я понимаю? Нет. Нет. Вы говорите о том, что частицу, мне кажется, момент вот... В идеальной среде диэлектрически принесаемую сверху на 2,2. Гляди, частица со скоростью света. Спрашивается, с какой частотой она будет излучать? В среде нет. В среде вы должны учитывать, это уже называется переходимое излучение. Нет, 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 нет. В какой-то идеальной среде и это всего равно 2,2. И сквозь эту среду лететь частица со скоростью света. Но это другая задача. Это в обеду черенковой чистое излучение. В обеду черенковой с какой частотой она будет? Ну, я ведь этого не считал. Ну, что вообще считали или не считали? В обеду черенковой все считали. Это в теории Коля проходит. Будет со средой характерность излучающей электронные среды. Это определяется средой. Вот распределение этого слова в обеду черенковой это оптика обычная. Да, но а там нет вопроса. Вы просто, наверное, вот этот момент вам, вы мне сразу его задали. Вам непонятно, почему вроде как он летит не среде, а что какого-то. По этому все равно цепляет среду. Вот именно. Поэтому излучает среда. В обеду черенковой. Вот здесь от какой частотой будет излучаться? Вот какая характерная частота излучения мобилого черенкового вот в этом случае? Трагерция. Я же говорю, откуда оно берется? Откуда это вообще берется? Мы... У нас есть... А если я вам распылющую и как бы сведу эту вот вверху дырку, от 4-то будет идти просто в какую-то среду. Да, мы получим? Трагерция. Вот так я не могу сказать, потому что это другая задача. Формула, формула, а она формула преобразует свой. Это же совсем не так. Частотное излучение от размеров дырки получает, да видите? Характерное. Частотное излучение. От размеров дырки. Ну как-то, конечно, должно быть. В этом смысле так непонятно. Но вы же, как говорится, все равно отравил у черенкова уйти не может. Но его обязаны учитывать. Поэтому вот наличие дырки, наличие этих ребрышек внутри или отсутствие ребрышек в обилу у черенкова оно не должно сильно затрагивать. Ну если так разделять, в обилу у черенкова не затрагивает. То есть вы подтверждаете, что конкретно вот это вот в среде септимум 2,2. Дырка из какого диаметра? Вот это внутренняя дырка в какого диаметра? Ну, 10,3. Миллиметр. Дырка реалитрный элементр. Летит щаскинца протон и излучает в террогерцовом диапазоне Вавилы черенкова. Вот так вот. А в оптике она излучает в террогерцовом диапазоне? В оптике. Я понимаю, что у Вавилы черенкова есть эффект. Такое ощущение у меня, что террогерцовый диапазон это брыжок и ход от этого излучения. Излучательно будет за счет средней. Либо здесь считают, что дырка такая, что она какого-то приятного нет, я просто, честно говоря, не совсем понимаю, где это входит в какие-то противовески моим словам. То есть, что я сказал, а вот то, что вы говорите, ну да, это мое, ваше, в диапазоне, потому что серелочки такие, как можно это понимать. Так. А в Аверо-Черенкове излучают в диапазоне в совершенно другом. По частоте, в другом диапазоне. Потому что это определяется характеристиками среды, обычной атомами, которые сидят в веществе и соответствуют как колено. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что... может, еще один ответ. Но если дырка диаметром миллиметра, да? Такой вопрос. Что в влечение в этом канале может быть. Оно... Можно ли вы сказать о диаметре дырки частота излучения вагиново-черенково где зависит? Это на смазание и си, и си, и си, и си, и си, и си. Частота излучения вагиново-черенково о диаметре дырки, в которой идти 4. 3. И си, и си, и си... Билет радиусы, да. Даже, надеюсь, если помоему. Может быть, действительно, так все подумано, что... Едите. Ну я понимаю, это и работа. А если вы знаете, вы вообще не раёд, ну это вот, понимаете. Я так быстро на речке не решал. Ну ладно. Ну ладно, мы, как говорится, вы не думаете, что мы на вас наезжаем? Нет, это вопрос, на который... Нет, я не знаю. Я не знаю, что это нормально. Мы в области, я думаю, что мы в эти фермы, ты думаешь, что хоть чего-нибудь да понимаем. Это хрустила. Нет, это интересный вопрос. Я, может быть, просто сейчас уже с такой головой не могу это сообразить, но... Упреждая аудиторию, ну лучше заранее ответить на такие вопросы. Ну у меня такого даже не изникало, честно. Вот вам пример, да, инфекция. Не возникла. Ну... И ещё раз возникла. Когда будет защит. Я думаю, вообще, на самом деле... Ну хорошо, ладно, я подумал. Я сижу по-моему, да. Ну... 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 Я слышал. Нет, ну я слышал. Сейчас. Вначале актуальность. Почему это важно? Потому... Постановка задачи. Что вы хотите посчитать? Какие принадлежения, характерные значения всех чисел? Ну... Рядные... Там... Радиусы. Ну вот и все. Маленькие, перениловые значения. Чтобы люди понимали, о чём вообще есть. А то механизм. У Черенкова, вот это ответ на этот вопрос. В канале. Сергей в канале, или только в канале? Как будет проще. А то механизм. То есть, вот. Можно про все излучения расписаться, градусы про все излучения. Нужно, чтобы люди поняли, а каком из всех возможных излучений вы так конкретно все творите. Потому что я не могу еще 7-10 минут, потому что еще такой кусок хочу сделать. Нет, но простой вопрос, который был. В неоднородной среде есть черенка. Все так понимается, все понимают. Сделали дырку, спектр черенка, и частица не в среде, а в канале, на каких частотах идет черенковская дырка. Менеется ли что-то по сравнению с ним? Вот это вопрос, в который уперлись. Если меняется, это означает, что вы специально подбираете, я равняю дырки такой, чтобы у вас на выходе черенковское излучение было стравилизационный диапазон? Да, именно так. Именно так, как вы только что сказали, так и делали. А дальше вы накладываете на это черенковское излучение просто вот эти вот дрожжения, которые тоже дают вам дрожжание, вы набираете, тоже в стравилизационном диапазоне. Да, именно так. И в результате у вас получается социумироваться два эффекта. Черенок плюс вот этот вот самый паразон. Да. Вы, естественно, присоединяйте, дадите вам какие-то вот эти вот... Нет, а тогда выяснить вот, но мне бы интересно было бы, понять, каким образом, от того, что дырка, как бы поменялась частота, почему бы, да... Ну, здесь я же говорил, что поле же должно, ну, черенок, поле же должно чуть-чуть цепляться. Так, почему чуть-чуть, но это сплошное среднее. Поле... Ничего-чуть, хорошо. Поле должно цепляться. Эффективный радиус поля – это лямбда, бета, гамма. Эффективный радиус действия поля – это лямбда, бета, гамма. То есть, вот у нас есть R. Он соответствует... Это R. Должно быть меньше, то есть, радиус, чем вот это лямбда, бета, гамма. Вот она, некая зависимость от нашей частоты излучения, от R. Частоты пока что нет. Зелегная флаги. Зелегная. Зелегная. Это излучение? Да. Вот она и зависимость от него. Ну, все равно, конечно, вот так на стиху. Вмещаемая. Зелегная. Ну, B – это драма, это драма. Это драма, это драма, это драма. Частоты, драма – это энергия? Да. Драма – это, ну, единица, группа обычной граммы. Энергия. Да. Энергия – частица. Масса. Так, единица минус V квадрат, делённый на С, квадрат, квадрат, квадрат. Это лоренц-фальт. Это группа бедрограмма. Нет. Это энергия – частица, единица – квадрат. Ну, то есть, в этом смысле, если у вас ультилитивическая частица, то гамма, там, допустим, будет сто. Гамма большая. То есть, когда вы потеряете, то гамма, там, 10, там, положено, да? Да и все. Но, тем не менее… Вот это мне ответ, но еще пока еще не получается. Нет. А длина волны, там, да, с единицами гамма. А что там гамма? Гамма… 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 А что значит «свезды»? Гамма… Нет, его утверждение. Что радиус, что зацепляется на длину волны. Нет, длину волны. Эффективный радиус, действие фоня. Гамма, бета, лямма. Это прямо видно. Там без себя… Гамма… Лучше, чем… Ну, вот, правда, нет никакого радиуса. Вообще, сплошная среда. Вот я получаю прекрасный черенок. Да. Попробуй, на какой частоте черенок выключает? На… 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 На реакторе, как говорится, из реактора налетают против энергетические протоны. А реактор сломает в воде. Прометая сквозь воду, они создают чайниковское излучение. Я говорю, что весь реактор уже не будет там никогда с нами. Там просто реактор ставят в аквариуме. И, соответственно, вся эта фигня светится таким бирюзовым цветом. Это и есть черенковское излучение с максимумом, естественно, в зеленом каком-то диапазоне. Потому что он выглядит бирюзовым. И, соответственно, вот это и есть черенковское излучение в воде, соответственно, вылетевшим активистом. Ну, или зеленый цвет – это оптика. Это 10-15, извините. Они 10-12. Поэтому я вам пытаюсь, как говорится, или вам пытаюсь, или себе пытаюсь понять. Если у меня в среде летит реактористическая частица, то излучает она в оптическом диапазоне. Почему? Потому что она возбуждает революция атомная в среде. Атомная вещество неоптимает, а это хвост. Либо мы говорим о следующем, что за счет того, что у вас есть ветка, то частица, которая летит в вакууме, а среда не вплотную частица, а где-то, как говорится, с края, то таким образом что-то мы там по-гругому зацепляем. И поэтому излучение переходит в более низкочастотный спектр. Вот это удивительно. Но, тем не менее, возможно, так и есть. Главное, это понятно. Так это правильно. Ну, хорошо, я понял, что такой вопрос возникает. И тогда на свежие головы еще подумают. Подумайте. Потому что если частоты Чиренковского... Я понял голову там. А если у вашего Парфинса Тергерцова, то, соответственно, уже понятно, что, как говорится, ловить там одно с другим смешно. А вот если его Чиренковым в Тергерцовой диапазон за счет герки, то тогда, наверное, они дают одинаковые склады. Тогда возникают вот эти вот эффекты, про которые мы сейчас рассказывали. Но, то есть, объяснение такое. Надо объяснить, что Чиренковское излучение зависит от размера дырки. И это, да, на одном из первых складов, когда объяснили... Да, да. Правда, как объяснили. Ну вот, что одним из источников такого теракультуры излучения является частица, пролетающая сквозь среду с дыркой. И от размера дырки, собственно говоря, и зависит частота излучения. Вот если так вот будет, объяснено, более-менее понятно, и все согласятся с этим, то тогда дальше можно рассказывать все ваши новые. Ладно, все, давай, на этом более-менее закончим. Ладно, все, давай, на этом более-менее закончим. Дорогу. Следующий зал. Дорогу. 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 Довольно редкое явление, но оно не является случайной катастрофой, а это закроверное явление в жизни звезды. И это явление не важно для Вселенной, потому что в процессе взрыва звезды сверхновой образуются тяжелые элементы. И, например, на Земле то, что у нас есть тяжелые элементы, как железо, никель и так далее, а вот в частности связаны как раз с тем, что Солнце взрывалось как сверхновая звезда. По типу сверхновые можно разделить на два типа, на первый и второй. У сверхновых первые типы в их спектре нет линии водорода, у второго типа, соответственно, есть. Ну, еще сверхновые первые типы разделяют на А, Б, С. То есть как бы у них есть три подтипа, но это связано с механизмом образования, ну, там, с некоторыми вещами. Вот. Также принципиально разные механизмы взрыва этих самых сверхновых звездов. То есть сверхновые первые типы, они взрываются в процессе термоядного горения ядра, а сверхновые второго типа взрываются за счет коллапса железного ядра. Ну, собственно, моя задача, которую я хочу здесь решить, это создать модель и описать вот этот процесс взрыва. Я беру сверхновые второго типа. Ну, с точки зрения математики, мы записываем систему уравнений гидродинамики в переменных эйдерах. То есть мы рассматриваем наше вещество звезды как сжимаемую невязкую новокомпонентную жидкость. Вот. А затем мы эту систему переписываем в сферический системный координат и в дивергентном виде. Это нам нужно для того, чтобы построить разностную схему. Вот. Ну, соответственно, система будет выглядеть таким образом. Видно, не очень. Как тихо на будущее, формы. Да, формы, наверное, гораздо больше и гораздо больше, и гораздо меньше. Вот заголовок читайте. Математичный, математичный. Вот. И странный вопрос. Вы эффекты от Тонса на их скрепление пространства здесь ничего не считаете? То есть в этом смысле все пространство, все хорошо? Да. И все пока сферически-симетричнее или нет? Нет, я еще не дошел, пока общее. Пока просто сферический координат, но... А у вас это что? Там просто в скобочках, я не могу понять, где-то петли стоят. Нет. Да, да, это вектор переменно. Ну, я сделаю побольше картинку, будет понятно. Там скобок, 6, какая понятность? 1, 2, 3, 4, 5, кажется. А, 2, 3, 4, 5, кажется. 1, 2, 3, 4, 5, кажется. 1, 2, 3, 4, 5, 5, вы наступите. Ну, это на самом деле, как бы я на теплое более подробно расскажу, про математическую модель. И дальше на основе нее мы строим разностную схему. Ну, разностную схему я привожу тоже в только конечный вид. То есть, да, идея такая, что мы сводим вот то уравнение по уравнению переноса и, ну, известными методами, в общем, строим вот такую разностную схему, которая является устойчивой при таких числах курента, вот, монотонной и консервативной. Ну, я сейчас не хочу подробно на этом останавливаться, но там, как бы, в общем, все в стандартных делах. Потом, собственно, установка моей задачи, что я делаю. Моделирование процесса взрыва сверхновой. Я использую так называемую 2,5-мерную модель. То есть, у меня есть ферильские координаты r, θ, φ, но по φ у меня сметрия. То есть, как бы, у меня меняется радиус и θ, по φ сметрия. Гравитацию я учитываю, помещаю в центр массивный объект, и только по радиусу у меня действует гравитация. То есть, они не решают мне их поставок. Гравитация цивилически-симметричная, правда? Да, да, гравитация цивилически-симметричная. А тело это предыдущая? А тело может быть на рюкзоре, но такого такого не было. Ну, да. А этот тест очень важно, потому что учитывается. Потом я также учитываю вращение, твердотельное вращение в данном случае, но пока это как тест. То есть, я сейчас не буду его приводить, ну, потому что там есть некоторые нюансы. Поэтому, как бы, готового результата нет. Ну, и сам процесс моделируется скачком температуры и скорости. То есть, мы выбираем параметры, что у нас энергия взрыва 10,51r. Вот, скорость там получается 10,9 см в секунду. Значит, граничные условия. Значит, нам в границах, которые равны нулю, у нас в слове непотекания и где максимально у нас свободные граничные условия. Значит, сетку я беру 1000 на 100, 1000 по радиусу 100 по углу. Вот, ну, как бы, я считал и на больших сетках, и на меньших. То есть, ну, там, если считать на большей сетке, то время счет увеличивается, а на результат особо не сказывается. Так, ну, как бы, выбор такой сетки более-менее обоснованно нет. То есть, ничего не меняется. Сейчас, опять, нужно вообще просить, можно не рассказать. Нет, ну, сейчас, я бы хотел только сказать, что, в принципе, мы защищаем работы по теоретической физике. В этом смысле, в этом подходе, вот то, что вы сейчас рассказываете, является вашим инструментом. То есть, я понимаю, что с точки зрения объема работы, наверное, вот именно само моделирование, создание сетки, там, создание программы заняло линзу за 2 времени. Но надо постараться не акцентировать на это много внимания. Это инструмент. А вот сама постановка задачи, плюс, как говорится, возникающие результаты и понимание физических процессов, вот здесь и побольше. В смысле, вот эти вот нюансы вы можете действительно особенно подробно не рассказывать. Тут, что-то есть, ватикане, сетка какая-то, там, еще что-то. Это все равно никому не убедит. Сейчас, еще вопрос. Вот, вы сказали, скачок температуры, он где задается этот скачок? По всему объему? Нет, он в точке. Ну, в смысле, по всему объему. Ну, на каком-то радиусе. Где-то там. То есть, у нас есть распределение в дыроках. На слой, да? Да, да, в слой задается. В нюансах в слое? Да, задается, качок. А это внутренний слой или наружный? Внутренний, конечно. Внутренний. Да. Да. Вот, потом, ну, в качестве результата я сейчас приведу картинки, которые получаются красивые-то начальные распределения. То есть, как вот эта ударная волна? А это чего, от чего вот такие картинки? Сейчас. Это распределение энергии. Это распределение температуры. То есть, это радиус. Ну, это как четвертый. Радиус, а светом пока на синее холодное температура. Да, горячее. То есть, в центре сильный разогрев, термоядренный взрыв, соответственно, вот этот ваш скачок, давление, скорость, и потом как-то все продолжается. Да, даже волна идет. А где вот эта поверхность, или радиус, на котором скачок будет? У кого-то красного? Да, ну, здесь. Где-то попадет. А, ну, все. А вот издательные полоски, это что-то означают они, или... Нет, это просто светлое, светлое, светлое. Оно будет равномерно, если развалой, такой как радует. Просто у тебя малый цветок, да? Да. Ну, здесь у меня, ну, как бы, поскольку это не финальный вариант, да, то здесь, ну, немножко из разных источников собрано. Фактически, это, если у меня температура, просто оно так и другое. Да, да, да. Вот у меня следующий... У меня крайних центров, более холодных. Следующий, красивее. Как здесь идет дарнован. Здесь у меня с масштабом, немножко вот здесь лучше видно. Ну, поскольку я использую этот origin к реакции, поэтому у меня такие надписи, но это я в диплом тоже поправлю. Но это все равно видно график, как распространяется ударная волна. Ну, мы тоже называем это равным человеком. Так, а вот с точки зрения физики, вот в процессе ударной волны идут какие-то на волне ядерные реакции, там, или еще что-то? Да, ну, пресс-индус-процесс. Вы это как-то учитываете? Это вот моя коллега Анастасия Филина это учитывает. Мне сейчас даже про это скажу немножко. То есть у нас... Мы занимаемся... Я считаю гидродинамику, она считает маклезимность. То есть, по сути, я ей должен давать вот все вот эти данные, да, в точек. Температуру, плотность и так далее. И она, и уже из них считать какие-то там реакции будут. Казалось бы, когда у вас идут в волне реакции, это должно как-то и сами ваше уравнение поставлять, правильно? Ну, возможно... Я считаю, что нет пока обратной связи. Но когда у тебя нас случится, да? Да, конечно, случится. Тем не менее, вы попробуете теперь четко сформулировать, допустим, физические выводы вашей работы. Вот что вы сделали с точки зрения физики в этой работе? С точки зрения физики что это делать? Ясно, что уравнение гидродинамики сами вы, наверное, не придумали, правильно? Нет. Сетки, все возможные математические, вы, наверное, тоже по большому счету сами придумали, тем более физики не имеют никакого отношения. Вот теперь вы попробуете четко сформулировать. Я понимаю, что это будет нелегко. Но, тем не менее, хотя бы так вот попытайтесь. Что же с точки зрения физических результатов в вашей работе достигнуло? Ну, смотрите, значит, поскольку построена модель, им можно считать. Что можно посчитать? Есть взрыв сверхновый, который наблюдает второго типа СН, которая в 87-м году взорвалась. И по расчетам после взрыва должен остаться компактный остаток в виде нейтронной звезды. А вещество, которое разлетается в процессе взрыва, будет в процессе аккреации падать на этот остаток и светиться в рентгенском диапазоне. И вот эту светимость можно смотреть, приближать. И получается, что те показания, которые мы реально видим, вот эти излучения и его интенсивность, с теми, которые мы считаем, они расходятся. То есть это значит, что механизм взрыва несовершенен. То есть масса остатка должна оставаться такая, чтобы результаты наблюдаемой, которые мы видим, вот эта интенсивность рентгенского излучения, и которые получились в расчетах, они должны совпадать. То есть для этого нужно модифицировать. Утверждение должно быть положительное. Ну понятно, я иду к тому, как это связано с физикой. То есть есть вещь, которую мы наблюдаем. Вы начали сформулировать модель. Да, я сформулировала модель. А? Ну да. Модель. Это Вы сформулировали вот для этих расчетов, как укладитель подсказал. Да. И вот для Вашего расчета была сформулирована модель. Или она это как бы она жила и была и раньше, и Вы просто взяли как-то? Нет. Она была сформулирована. Потому что я прилетал какие у нее ограничения. То есть это 2,5 мерная, гравитация только к центру, вращение. Вот об этом Вы и говорили. Так я же сказал. Нет, нет, нет. Это заключение. А, заключение. Сформулирована 2,5 модель. Ну и потом, как и у нас план на будущее, как раз вот с Анастасией, что создать единый программ, который вычисляет все гидродинамические величины, и потом одновременно считать нукле синтез и уже какие… И изменения нукле синтеза. Да. Ну не мы как бы выяснилось, что можно и сильно влиять на гидродинамику. Но вот все величины гидродинамической, они влияют на нукле синтез, и потом сразу считают, как георичество получается. Какая вот единая циобуса должна быть. Можно у нас результат там, где картинка? Да. Там неустойчивости никакие не появляются. То есть вроде все это очень-очень мало. Да, да, тут все нормально. Ну вот здесь вот, ну как бы получается, что симметричные свои, потому что нет вращения. Вот с вращением меня пока не считают до конца, потому что у меня падает в общем программа. Она считает только несколько первых шагов, там появляются вот эти эффекты, все красивые на всплывании пузырей. Вот. То есть там, как бы дальше она не считает. Ну я не знаю, успею ли я подправить или нет. Но пока в общем получается так. То есть оно вращение уже как бы есть в ходе, включено, но вот что-то там и есть нюансы. То есть когда есть вращение, появляется неустойчивость? Да. Но это тоже результат? Да. Ну да, но здесь как бы я не могу пока сказать, что у меня есть вращение, потому что я не могу предоставить графики, которые этим получится. Да, понятно. Но тем не менее, вот выводы, должно быть что-то позитивное. И просто построенная модель – это не очень хороший выбор. Модель, которая позволяет сделать, кто-то это или объясняет, кто-то или демонстрирует. Это наличие неустойчивости при улучшении и распрощении, короче говоря. Да, в каком-нибудь анализ какой-нибудь, в зависимости от мощности взрыва там различных, там, механизмов прохождения, там, умерения, плотности, температур, которые приведут к тому, что, например, при славу вначале взрыве, допустим, там нету ядерных реакций на фронте волны, а при более сильной, значит, получается, достигается температура и соответствует каким-то типам ядерных реакций, которые потом надо будет учитывать. Что-то тут надо вот допустить с точки зрения результатов вот такой вот модели. Потому что на самом деле, конечно, я уверен, что вот сферически ударные волны, как говорится, на этапе создания определенных изделий, 60-е, 50-е и даже 40-е, более того, что уверены, они, как говорится, на довольно долгое случае. То есть, фактически, в каком-то смысле, вы просто руками сделали то, что уже давным-давно существует в кодах и думали, что большинство этих кодов на скрытах. В этом смысле это означает, что вам надо… Они пробовали вот, скажем, не сферически, симметрично начали скачивать. Кстати, да. Вот чуть-чуть, по-моему, вот… Театарман там фигурировал, это тенды тоже потом растворились? У, вот это. Вот здесь вот твое работает. Ну, вот здесь, я говорю, здесь получается как-то симметрично, потому что нет вращения. Сейчас, а я поместил, вот без вращения… Выложить начало… На начале участки сделать неоднородно. Нет, ну, численная – это колоссальная роза. Это была еще одна переменная, причисленная, на дверной метров основе. А сейчас, может быть, есть? Она же… Здесь, когда мы… Ну, она как бы есть заварирована, а реально… То есть, я же не просто считаю, ну, как бы какой-то абстрактный взрыв, и хочу сказать… Да, это здесь тоже есть. Вот, а там, ну, как вот, неоднородная, начальная… Ну, я бы… Взрыв не в центре немножко, или взрыв не в центре… Ну, понятно, просто это все… Это, как бы, началось… Из существующих моделей, да, из тех, что уже почти на душе все оттуда просто берется, вот эти все скачки температуры… То есть, я же не просто считаю, ну, какой-то абстрактный взрыв, хочу посмотреть, как там, что, куда потечет. Я считаю, как бы, то, как должно быть по физике, как мы выглядаем. Поэтому в этом смысле я бы не считал с такими… С такими причинами. Ну, с учетом тента, без вращения, все равно никаких неустойчивостей. Ну, не получается. Ну, все в целом. На самом деле, вот, при таком рассказе вас заклюют. Заклюют именно тем, что скажут, а, собственно говоря, как физик-теоретик и выпускник 32-й картинга, что делать? Ну, я знаю… Ну, в смысле… Ну, надо нащупывать какие-то… Мне надо учесть… Что можно было бы это все рассказывать как красивые, замечательные картинки, но физик это будет в это дело вложить. Вложить. Потому что вы, Валерий Михайлович, потрясите на эту тему. Потому что понять можно, что если вы у него там будете работать, ему обязательно нужны какие-то все модели, которые можно реально что-то считать. Но если вы учились на 31-й картинга, может быть, можно было бы там обыграть какие-то тонкости расчетной схемы. Но у нас, в результате, там обыграли тонкости расчетной схемы. Победу. В общем, все. Надо что-то такое-то заложить физическое. А почему? Пока сколько. А вот заложить, например, вот то, что мне кажется, что действительно, что при каком-то определенном уровне, или где-то как-то на расстоянии, когда температура достаточно еще высокая, вот сама ударная волна будет гигнаться инициатором ядерных реакций, которые будут давать заполнительное выделение энергии, как-то подпитывать эту волну. Нельзя тут что-нибудь такое наиграть? Или это сложно? Можно, конечно. Это следующий этап, когда вы могли бы подавать ваши волны? Не-не. Ну, я имею в виду, что вот просто какую-то, ну, на этапе моделирование заложить какие-то вещи, показать, например. Ну, когда она начиналась, она была сильно краской, волна эта, она потом стала желтой, там уже температура не высокая. Пока она красилась, на самом деле перепаде давней волны, там могут куда-то инициироваться какие-то реакции, которые потом являются источником самопридержания этой волны. Только геодерный деканас, так называемый. Когда вот по детонирующему геодерному веществу идет давняя волна, и она сама себя поддерживает. Ну, не знаю. Ну, по-моему, что все надо делать, если честно? Ну, это дело на свой ящик наших ящиков. Это классическая задача, где врачи черты не знают. Естественно, все. Поэтому я удивляюсь, почему я делаю сразу вход. Не сужусь, и она не вращается. Когда в чужих ходах играется в чужих слоях. А дальше вы не считали, что это происходит? Ну, нет, она уходит туда и все. А куда она уходит? Там в окне. Ну, у меня же она как бы считается в области какой-то. Ну, то есть, ну, в общем, она прекращается. Выбор из вещества с поверхности. Фактически, вот когда она дошла, ну, из еды, конечно, понятно, что я не знаю. Тем не менее, вот она же потом должна как-то выплеснуть. Это же взрыв сверх ногу. То есть, у вас должно оторваться большое количество вещества и у людей в большую скорость в космос. Когда регламентация, и все. А оставшиеся еще более сжаться. Да. Чтобы в конечном итоге там останется, там, леда, 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 леда. Это лучше, чем холодного типа. Больше масса. Ну, конечно. Ну, начало сжатия, да? То есть, у нас там нет сжатия. Или у нас там нет сжатия. В любом случае, это классический подход сверх ног. Она набирает, набирает массу. То начинает сжиматься. Даже большая масса. Приезжать и возникает, наверное, какие-то, типа, геронного взрыва. Когда внутри, вот, плотности температуры у тебя, это, как иначе, что считается, уже не геронородная. Нормальная. Я не делаю. Я не делаю. Я не делаю. Она будет... Я не делаю. Après��� amoral.